всем привет дорогие друзья добро пожаловать на наш мукбанк канал сегодня мы на нашем кулинарном канале готовили пиде кебаб о блюдо турецкой кухни пиде кебаб хоть так оказаться в турции да не говори вот так это шикарно выглядит давайте пробовать вот эти вот кусочки это хлеб а это мясо и картошка самым самыми плохими зубами без зубам и младенцам можно как вкусно мягко так интересно тесто похрустывает при этом не жесткая его коротко тебе надо запиваем мы айранчиком что мы еще должны были могли придумать на запивку турецкой пиде кебаба да ну да диски кола только если целую инклюзию сегодня на момент съемки на момент выхода видео вернее 11 мая рашида файзиддинова привет вам огромный и оля 11 мая у моего правнука будет день рождения и ему исполнится 6 лет поздравьте его пожалуйста и конечно мы всей семьей сходим суши бар спасибо или заранее что исполняйте наши желания и поздравляете всех с наилучшими пожеланиями так правнучок правнучок которого не знаю как зовут дорогой правнук рашиды файзиддиновны файзиддиновой поздравляем тебя с шестилетием желаем крепкого здоровья чтобы в жизни все легко давалось и учеба и любые вершины в спорте в творчестве какие бы интересы не возникли чтобы всегда все легко давалось слушайся маму папу бабушку и прабабушку ты очень богатые и счастливые в этом плане тебе повезло вот всего тебе самого наилучшего будь здоров расти самым счастливым на радость всем близким и друзьям расти большой всего тебе самого хорошего вкусненькая идея понравилось так еще кто-то был людмила владимировна пишет нам олюшка алексей и детки всем большущий привет привет вам огромный привет поздравьте меня 11 мая с днем рождения моей олюшки доченьки у нее будет юбилей заранее спасибо оленька доченька людмилы владимировны поздравляем тебя с днем рождения желаем всего самого наилучшего крепкого здоровья чтоб всегда окружали такие добрые заботливые внимательные родители как людмила владимировна вот всего самого наилучшего будь счастлива и здорова с днем рождения а у вас да у вас юбиляши юбиляши да айка айка приветик привет здравствуйте малоешки приятного аппетита 9 мая поздравьте пожалуйста маму турсынкулову хай хан шай хан шай им с днем рождения и примяшку джеки бай акнеет 11 мая мы вас любим мы смотрим привет из казахстана маме семьдесят 9 племяшки 8 будет поздравляем с прошедшим уважаемую турсон турсынкулову хан шай им с днем рождения желаем вам крепкого здоровья удачи успехов взаимопонимания что всегда доченька окружала заботой и добротой вниманием лаской будьте счастливы и здоровы днем рождения всего вам самого замечательного да и племяшка джеки джеки бай акнеет сегодня как раз у племяшки день рождения 8 лет с днем рождения быть самым племяшка примяшку девочка да интересный вопрос будь самым счастливым ребенком на радость всем родным и близким крепкого здоровья успехов удачи во всем всего самого наилучшего с днем рождения всего самого наилучшего действительно да диана батова олечка назовите завтра мое имя завтра это когда ближайшая у нас 11 называем ваше имя в ближайшую дату с мукбангом потому что все что было до 11 мая все уже отснято сильно заранее поэтому диана батова огромный вам привет сегодня 11 мая назовите имя на джея привет а на джея привет только мягко и правильно на джея приветик привет ты написал да диане батовой что на джея мы назовем одиннадцатого числа да все отлично чтобы люди ну знали когда смотреть конечно у нас где-то еще лучок был прям мало лучка да ну а можно было добавить добавить а как дотянешься то не дотянешься вот что значит большой длинный спасибо ну прямо здесь тесто вот так положим ой все хватит спасибо я себе возьму немножко вот сюда очень вкусный лук такой нежный нежный как будто тост да из тоста ну может быть да Ну, главное, здесь хрустящий, снаружи стороны, там, где кунжутные семечки. При том, что он нежно-хрустящий такой прям. А с обратной стороны такой мягкий, как пирог. Вкусненько. Ты какой-нибудь соус не напрашиваешься еще? Ага, можно. Какой здесь есть? Вот кисло-сладкий, да? Да. Еще острый есть, вьетнамский. Давай. Мы в последнее время прям привыкли острое кушать, да? Прямо хочется. Сюда прям выдавить? Да. И немножко острого вьетнамского соуса. А мы не обещали никому не показать острый вьетнамский соус? Коробочку. Не помнишь? Я не помню. Вот так он выглядит. Вифон называется. Производитель. Ход чили соус. Он там такой кусающийся. Да, он остренький такой. Без дураков. А кисло-сладкий как в рот попадает, как будто ты в Макдональдсе находишься. Еще я с картошкой его съела. Кстати, да. Сколько стоит в Макдональдсе кисло-сладкий соус такой маленький? За эти деньги можно такой вот тюбик купить целый, да? Ну, за два таких маленьких. Тюбик сколько? 59. А маленький 30. 30? А не полтинник? Угу. Или полтинник. 30. Не помню. Раньше соус такой стоил в Макдаке 12 рублей. Но это было раньше. Музыка. Знаешь, что интересно? Угу. Сейчас съедятся боковинки. Угу. Тесто, сердцевинка. Угу. Остальное тесто как есть. Мало, да, начинки? Угу. Шарашки больше. Да. Хотя бы в два раза, да? Угу. Хотя хлеб тоже идет. Ну, да. Отрываем дальше. Да. Лепестки по кругу отламываем. Ммм. Айрончик зачетный. Домашний, из домашнего мацони. Домашний мацони развели с водой. Ну, просто. В призвольной пропорции. В призвольной пропорции. И посолили. Я сказал, что не хватает добавить туда огурчик, редисточки. Яичко покрошить. Колбаски. И с отварной картошечкой. Вкусненько. 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 Ну, здесь острый надо покушать. Ммм. Так плохо сочетается сладкий с острым. Хотя, турки тоже очень любят острое, да? Ну, у них, кстати, очень много блюд, которые без мяса, чисто с овощами готовятся. Такой же там суп с этой, с фасолью, например. Они с фасолью делают ее и жареную, тоже чисто без ничего. Ну, потому что уровень жизни невысокий, а мясо в три раза дороже, чем в России. Но, опять-таки, я сравниваю их говядину, потому что мы себе позволяем кушать свинину, а они не едят. Соответственно, им приходится говядину есть. Ну, и находясь в Турции, нам тоже приходится есть говядину. Да, кстати, мы баранину в кафешках пробовали, да, а сами не покупали. Или фарш. А, фарш покупаю. Вот. И там говядина стоит порядка 600 рублей, а мы здесь свинину покупаем за 199. Ровно в три раза. Ну, да. Вот это острое надо съесть. А если вы эксперименты продолжите, например, начинку сделать с рыбой? Пожалуйста. А если сладкую сделать? Тоже можно. Валя. Почему кебаб? Почему? Потому что всё... Беды кебаб. Потому что всё и дожарилось, как казан кебаб. В масле. А потом просто сюда всё уложила. Вкусно. И получилось. Педы кебаб. Опять-таки, предположения мои. Почему в рецепте так мало начинки? Потому что это стоит дорого в Турции. А вот это вот. И вот это вот. Шикарный перекус. С одной стороны. Но можно было картошки набузить. Картошка стоит дешевле. Картошка с тестом? Да. Для похудения. Ну, может быть. Бери треугольник, а я сломаю. О! Очень вкусно. Вкусно. Вкусно такой ещё хрустящий пирожок, прям вкусный. Ты ещё моё не пробовал. Хочешь моё попробовать? Нет, сейчас я её отломаю. Ломаешь? Вот у тебя тоже тут и мяско, и картошка. Может, надо было сразу колупать мяско с картошкой? Как ты думаешь? Ну да. Вполне зачётный. Блюдо очень даже одобряем. Одобрям-с? Угу. 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 Как в турецком ресторане, да? Ага. Сейчас принесут, кстати, такая традиция у них интересная. Когда выходишь с ресторана уже, когда покушал, приносят такая бутылочка большая, колония называется. По сути, одеколон. И тебе предлагают полить на руки. Мы обратили внимание, что они поливают на руки, а потом еще и прям там шею, там что-то там, лицо трут, волосы. Освежают. Освежают, так сказать, да. Чтобы запах вот еды, может быть, как-то. Ну нет, жарко же. Просто приятно людям сделать. Да, может быть так. При том, что тогда, когда мы были и нам так подавали эту колонию, ковида не было. А мы ее купили, до сих пор пользуем. Такая большая бутылка, почти вот как этот флакон объема. Она, как этот. Я использовал ее после бритья, где-то там комары накусая. Где-то поцарапался там я об камне. То есть, как одеколон. Только единственное, что он не сильно такой жгучий. Такой немножко лайтовый. Хотя написано, колония 80%. Но это вряд ли содержание спирта. Это не знаю, чего. 80% что-то там означает, наверное. Называется колония. И почти везде он. Ну, самый распространенный. Это лимонный. Но мы купили, выбрали себе мандариновый. Нам больше мандариновый понравился. Ну, такой пахнет ближе, наверное, к конфеткам, чем к мандаринке натуральной, да? Ну, да. Картошка здесь. Пюрешка-пюрешка, да? В оболочке, да? Я дырку проколупал. Коврик мне продырявил. Не. 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 А вот это вот тоже вкусно. С соусом. Еще помнишь, в Турции народ сперва ходил, не врубал на Иран. Он такой перемешивается. Люди ходят, смотрят на него. Так, поглядывают и... Мимо. И мимо-мимо стараются какую-нибудь колу налить, что-то такое там. Ну, мужики, конечно, покрепче чего-нибудь. Он же вкуснющий. Ну, мы его распробовали не в Турции, мы в Болгарии распробовали его. В этом... Покупали в магазине. Холодненький. Из холодильничка. Он очень хорошо жажду утоляет. Полторашка, наверное, или литровый был, такой большой. Если не двушка. Мы его до дома не довезли. Мы его выпили по дороге. Потом стали покупать несколько бутылок. Кстати, помнишь, Айраны тоже разные по качеству были? Ну да. Что-то такое прям водянистое, а где-то прям такой насыщенный, хороший вкус. И вот у этого Айрана именно тот качественный, насыщенный, хороший вкус, да? Вкусный, да. Такой более плотный, что ли, да? Молочный. Да, да. И потом в Турцию мы как-то... Мы так реже прокалывались. Мы, в принципе, какой покупали, Айран, он весь какой-то был более такого, высокого качества. Вот мы в Болгарии покупали водянистый такой. Я уже сейчас о них вспомню. И тогда мы и блок не вели, и сейчас подсмотреть некуда. Сейчас можно, если бы в блог вели, вернее, можно было в видео свои подсмотреть, да? Ну да. А сейчас я не вспомню, какой хороший. Я помню, что там по-болгарски написано, предупотреба расколоти. Да, да, да. Типа это, сбылтыхай бутылку, чтобы потом пить его. А в Турции, помнишь, мы ехали по Муккале, мы остановились возле магазинчика, что-нибудь покушать просто. Уже на ужин фактически надо было. Очень вкусно. Я зашел в магазин, поглядел туда-сюда, в итоге я взял хлеб точно был, Айран я точно брал, минералочки взял попить. И больше, я помню, сыр, может быть, я брал, лабне, лабне сыр взял еще. И ты просто хлеб ломала, сыром мазала, детям давала, они лопали, мы тоже жевали его на ходу. И с Айраном, милое дело. И, собственно говоря, еще жарко даже, особо не хочется прям уж так сильно кушать. Ну да. Хотя мы целый день там на ногах ходили по этому, по Муккале. Мы с 10 утра до 7 вечера там были в этом по Муккале. Если кого-то туда на 2 часа, или сколько, загоняют, да, туристов. 2 или 3 часа. 2-3 часа. И там давай-давай-давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее, давай-давай-давай-давай. А здесь мы все засетили. И то мы что-то там не посмотрели. Мы там на Некрополь не дошли, потом к церковь Филиппа не дошли, там еще какое-то мы в сооружение не добрались. Там большая территория, большая площадь. Нам это уже показалось, то, что мы увидели, нас уже так впечатлило, что мы туда не пошли. Ну да, мы в музей зашли археологический. Музей археологический. Музей археологический тоже мы подробно обошли его прям по кругу. Там тоже очень много интересного. Ну да. Ну, меня лично еще раз расскажу, что мне больше всего впечатлило то, что на территории Турции очень много древнеримских, древнегреческих таких мест. Потому что раньше это была территория Римской империи, а потом уже она стала территорией Турции, а до этого еще это Сельджуки. Ее там заселяли, и Османская империя появилась уже после них, так сказать. Да. Я все этот, про Айран говорили, я все в голове держу. Единственное, что мы прям вот 100%, мне кажется, вся семья запомнила, это на баба коричневая 4%. Да. Это в Болгарии дома на бабу покупали. Это типа кефира, но в нем ложка стоит. Он прям такой слоистый. Его покупали на бабу прям упаковкой. Она прям по 10 или 12 штук, наверное, 12 штук вот так фасуется. Мы прям их... 400-граммовая коробочка. Так, мы когда приедем еще, так, давай пару упаковок возьмем, пару упаковок раз, придешь в холодильничек, распихаешь их, там, так-так-так, и нормально. Да. Дети прям их, мне кажется, вот весь период, пока мы там находились, у них всегда это ужин был обязательно на баба и какая-нибудь... Кифлички. Булочка какая-нибудь, булочка, булочка с начинкой. Да. На баба это не название, вот, напитка самого молочного, да, а это производитель, потому что мы потом еще пробовали верея, еще какого-то производителя, но нет. Потом мы поняли, что на баба лучше всех, и после этого даже не экспериментировали, ничего больше не пробовали, ели только на бабу. Да. А вот сливочное масло, там такое невкусное вообще. Там тоже германское было сливочное масло. Там в основном германское, вот сколько мы не смотрели, мне кажется, процентов, наверное, 80 сливочного масла из Германии там. И оно такое невкусное, я не знаю, нет вот этого сливочности во вкусе, послевкусия сливочного нет. Ну да, ну может только они не едят, они больше едят растительные масла, поливают, жарят на подсолнечном, салатами, салата поливают оливковым, поэтому... Ты наелся? Да. Мне будешь боковинку? Нет, я все, я уже наед, и мне даже вот этот айран, глоток небольшой, уже прям с трудом, сейчас допью за кадром. Будем заканчивать это видео, однозначно вкусно, необычно, рекомендуем, хотите удивить гостей, готовьте, но раза в два минимум больше продуктов берите внутри, которые именно тесто, столько, сколько вот есть, более чем достаточно. А начинку, конечно, можно было бы побольше сделать, да? Ну да, она, скорее всего, она уже готовая, ты кладешь ее фактически, да, туда внутрь. Ну, все равно... Пол готовая. Пол готовая, да. Поэтому она все равно пропечется, она будет вкусно. Ну да, да, будет пропечется в любом случае. Ну, а специями импровизируйте, кому как нравится, кто какие любит. В общем, вкусно, необычно, нам понравилось. Будем заканчивать это видео, если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите, или привет, или анекдот. Нам очень приятно с вами общаться, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова. Пока-пока.